Всем привет! В этом видео я хочу поговорить о Wi-Fi 6-го поколения на примере роутера TP-Link 6000 серии. Значит, данный роутер я сам попросил у TP-Link на обзор, они мне его выдали, за что им отдельное спасибо. Почему я это сделал? Мне интересно было проверить, как работает Wi-Fi на iPhone 11, который, как вы знаете, как раз поддерживает Wi-Fi 6-го поколения, так как в случае iPhone и даже iPad есть проблемы с Wi-Fi, по крайней мере у меня дома. Если рассматривать дальнюю точку от роутера, в частности на кухне, то в случае iPad довольно часто при просмотре YouTube вместо 1080p качество изменяется на 360-480, но тем не менее Wi-Fi он хорошо держит. А вот iPhone, что iPhone 11, что iPhone XR, что другой iPhone, который у меня был, они довольно часто теряют Wi-Fi сигнал, либо у них скорость подключения заметно падает. В моем случае получается то, что кухня находится через довольно толстую стену, как-то наискосок она идет. Ну, короче, именно в случае iPhone и iPad с Wi-Fi не все так хорошо. На другом Android планшете, либо на другом Android смартфоне, на удивление, все отлично. Некоторые могут предположить, что это связано с конкретным роутером. В данном случае я использую Xiaomi Mi Rode Pro, про него я обзор делал и в этом видео, естественно, буду сравнивать с ним. Так вот, не в роутере дело. Когда мы были с женой в отпуске, в кафешке, рядом с отелем, даже на пляже, у меня Honor 20 Pro местную Wi-Fi сеть ловил. Я даже совершал видеозвонки. У жены iPhone XR Wi-Fi он вообще не ловил. Как я решил проблему в случае роутера Xiaomi, я купил усилители Wi-Fi сигнала. Обзор есть на канале. Стало все заметно лучше, но минус его в том, что он работает только на частоте 2,4 ГГц. И скорость все-таки заметно меньше, в районе 30-40 Мбит на той же кухне. Тем не менее, вопрос решить можно. Так вот, мне было интересно посмотреть, что будет в случае Wi-Fi 6-го поколения, без использования всяких репитеров, усилителей сигнала. Я использовал данный роутер TP-Link, он стоял в той же комнате, в том же месте. И я постараюсь на практике вам рассказать, стало ли хуже, либо лучше с использованием данного роутера. Также будьте готовы, что будет довольно тяжелый контент. Мы поговорим непосредственно о технологиях. Что мы получили Wi-Fi 6-го поколения, зачем это нужно, и стоит ли вообще сейчас покупать данный роутер с данной поддержкой. Но забегая вперед, хочу сказать, что кардинально Wi-Fi обновляется каждые 5-6 лет. Вот сейчас как раз такой год, когда это и происходит. То есть, если вы собираетесь в этом году покупать новый роутер, то я настоятельно рекомендую, берите сразу с поддержкой Wi-Fi 6-го поколения. Ну, потому что роутер покупается не на один год, не на два, как раз вот на 3-5 лет. Но, безусловно, я не рекомендую экономить деньги в случае роутера, если у вас очень много девайсов. У меня, например, получается их в районе 13, которые подключаются непосредственно к роутеру. То есть, если у вас большой список, не экономьте. Берите подороже модель, которая имеет и побольше оперативной памяти, и желательно побольше антенн. Ладно, хватит болтовни. Давайте теперь посмотрим непосредственно на сам роутер. Давайте пройдемся по разъемам. На обратной стороне мы видим кнопку питания. Далее, 2,5-гигабитный порт. Вы спросите, почему? Ну, потому что могут, и это явно задел на будущее. Насколько я знаю, в Москве сейчас можно подключиться к интернету со скоростью 500 мегабит. Даже встречается и гигабитный вариант. А роутер покупается не на один, не на два, а на три, там, пять лет. Ну, в общем, задел на будущее. И здесь аж 8 гигабитных портов. На все случаи жизни этот роутер подойдет не только для домашнего использования, но и для создания сети, например, в небольшом офисе. Ну и подключение питания. И хочу отметить, что в среднем данный роутер потребляет 8,5 Вт, что, в принципе, и немного. WPS, подключение, включение-включение Wi-Fi от кнопки, ну и управление подсветкой. Здесь находятся USB 3.0 и USB Type-C. Ну, то есть, можно подключить флешку, либо внешний накопитель и организовать свой NAS сервер. Корпус роутера выполнен из пластика. Это часть глянец. Она очень быстро покрывается мелкими царапинами. Здесь далее уже идет вентиляционное отверстие для охлаждения. Сейчас посмотрим, как это все дело охлаждается внутри. По центру логотип. Он имеет подсветку. Если есть какие-то проблемы, то он, соответственно, будет гореть красным. Ну и, соответственно, 8 антенн, которые складываются вот таким вот образом. Ну, как можете видеть, роутер визуально не смотрится компактным. Довольно массивный и внушает доверие. Так, винты я открутил. Теперь снимем, давайте, крючку. Вроде как она должна еще быть на защелках. Как я и предполагал, верхняя крышка на защелках. Здесь будьте аккуратнее. Резко тянуть не надо, так как отсюда идет шлейф. Так, ну что мы здесь видим? Коаксиальные кабели, которые идут к антеннам. Сразу в плюсы можно записать то, что здесь пассивное охлаждение. Видим, стоят радиаторы. Значит, по железу. Здесь 1 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти. Процессор 4-ядерный, 1,8 ГГц. Плюс еще есть два сопроцессора Broadcom. А что касается конкретно данного роутера, то управлять им вы можете, естественно, через сайт, либо воспользоваться фирменным приложением. А в случае фирменного приложения настроек, конечно же, гораздо меньше по сравнению с веб-версией. Тем не менее, основные возможности присутствуют. На экране вы, собственно, можете видеть, как выглядит стандартное приложение и какие там есть настройки. А мы давайте поговорим про веб-версию. Значит, таким образом выглядит стандартный интерфейс веб-версии. Естественно, есть русский язык. В случае переключения на дополнительные настройки мы получаем гораздо больше информации. Давайте я быстренько пройдусь по всем пунктам, покажу, собственно, какие есть возможности и что вы можете настроить. Здесь, я думаю, понятно. Посмотреть на загруженность ядер, памяти, сеть настройки интернета, IPTV также, естественно, поддерживается, DNS-серверы и так далее. Это не очень интересно. Рабочий режим данный роутер может выступать в роли маршрутизатора либо точки доступа. Давайте поговорим про беспроводной режим. Вот здесь все интереснее. Во-первых, как можете видеть, сверху есть пункт OFDMA. Как раз данная технология пришла вместе с Wi-Fi 6-го поколения. Про нее я вам чуть позже расскажу. По защите. Обратите внимание, что сейчас активен пункт WPA2. Как мне сказали, с обновлением прошивки данный роутер получит поддержку WPA3. Это уже 100%, но нужно дождаться обновления. Также хочу вам рассказать про некоторые моменты, связанные с выбором канала. Как вы знаете, их получается от 1 до 13 можно оставить в авторежиме. Так вот, как выяснилось, в случае iPhone наименьшая мощность Wi-Fi сигнала на крайних каналах. 1, 2, 12, 13. Поэтому, если iPhone у вас ловит не очень Wi-Fi, рекомендую сменить на 5, 6, 7 канал. Опять же, посмотрите, на каком канале работает роутер у соседей. Если у них сигнал совсем плохой, то есть он находится далеко, можете выбрать тот же канал, например, 6. Если он хороший, то желательно выбрать канал рядом, чтобы не было пересечения. Переходим на вкладку 5 ГГц. Что здесь мы видим? Здесь также вы можете выбирать каналы. Вот тут я рекомендую остановить выбор на канале 36, 40, 44, 48. Другие каналы не стоит выбирать, потому что у них включен режим сосуществования с радарами DFS. В итоге связь может периодически пропадать. Это, собственно, даже написано при выборе данных каналов. По режиму работы. Здесь вы можете выбрать, собственно, работу только Wi-Fi 6-го поколения. В случае iPhone 11, естественно, я это дело проверил. Выбрал только данную сеть. И, как можете видеть, к 5 ГГц каналу подключился только iPhone 11. Все другие отключились. Ну, то есть, на текущий момент Wi-Fi 6-го поколения на последних iPhone работает. Это 100%. Далее, здесь мы видим пункт AirTime. Что это значит? Данная технология AirTime FNS равномерно распределяет канал между клиентами, не позволяя старым устройствам использовать много времени для обмена данными. Когда следует включать AirTime? Во-первых, если к вашей сети подключены устройства более старых, либо более новых стандартов Wi-Fi. И если клиентские устройства находятся вблизи мертвой зоны Wi-Fi. Ну, то есть, клиенты со слабым сигналом могут занимать канал дольше других, вызывая задержки. Рекомендую включить. Также ниже мы видим Mew Mima. Поддержка его была еще и Wi-Fi 5-го поколения. Но в 6-м поколении есть изменения. Про них я вам чуть позже расскажу. Ну, естественно, тоже включаем. Обмен данными по USB. В данном случае подключен внешний жесткий диск через USB 3.0. Вы, естественно, можете включить сетевое окружение. Можете включить FTP-сервер. И можете даже включить FTP-сервер через интернет. Здесь, я думаю, все понятно. Но также есть пункт включения тайм-машин. Если у вас Mac, то, соответственно, система будет бэкапить на внешний диск. Далее, родительский контроль. Приоритеты данных. Защита. В данном случае антивирус используется тренд. Есть межсетевой экран. Контроль доступа. Привязка IP. Но это все понятно. VPN-сервер. Ну, то есть, как видите, здесь нету никакого торрент-клиента. То есть, каких-то дополнительных возможностей нет. Ладно, давайте теперь поговорим о конкретных примерах. Роутер TP-Link 6000 серии я буду сравнивать с роутером Xiaomi Mi Rode Pro, которым я пользуюсь уже, получается, 3 года. Роутером, кстати, TP-Link я пользуюсь уже практически месяц. То есть, с обзором его я не спешил. Так как хотел проверить, как будет с течением времени. Понятно, что лучше попользоваться им полгода. Тогда уже записать обзор. Но это уже будет не обзор, а, наверное, опыт эксплуатации. Так вот, по уровню Wi-Fi сигнала. Я проверял, опять же, в самой дальней комнате на кухне, где самый худший сигнал у меня. А в случае 2,4 ГГц сети, как можете видеть, мощность сигнала в случае роутера Xiaomi равна минус 60. Ну и, понятное дело, чем значение меньше, тем, соответственно, улучшит сигнал. А в случае роутера от TP-Link мощность сигнала там же была меньше, а именно минус 65. А в случае Wi-Fi сигнала на 5 ГГц сети у Xiaomi мощность сигнала минус 67, скорость подключения 234 Мбит. А у TP-Link мощность сигнала, опять же, хуже, минус 72. Но при этом скорость подключения выше, а именно 351 Мбит. Естественно, в случае Xiaomi роутера я усилитель репитер отключил. Но, несмотря на то, что у него уровень сигнала выше, а скорость на практике получилась ниже. А в случае смартфона Honor V30 Pro на роутере Xiaomi я получил скорость 70-80 Мбит на скачивание и 60-70 Мбит на выгрузку. А после того, как переключился на TP-Link, у меня скорость была на скачивание 104 Мбит. А здесь нужно отметить, что ограничение у меня на загрузку 100 Мбит. На выгрузку в данном тесте лимит получается 200 Мбит. Как видите, на выгрузку 168 Мбит. Естественно, я проверял несколько раз, скорости были, собственно, максимальные. Ну и, что самое главное, я проверил на iPhone 11. Так вот, на кухне он показал сразу отличный результат на скачивание 100 Мбит и на выгрузку. То есть, я могу 100% сказать, что с данным роутером TP-Link iPhone работает гораздо лучше. На 5 ГГц сети. Также я заметил, что iPad стал заметно реже включать качество 360-480p в случае просмотра YouTube-видео, находясь в той же точке. Еще раз напомню, что в случае роутера Xiaomi я этот вопрос решил установкой репитера. Но тогда там было подключение 2,4 ГГц. Здесь, в случае данного конкретного роутера, этим заниматься не нужно. Тут я был удивлен, что вроде как мощность сигнала хуже, чем у Xiaomi, но скорость выше. Соответственно, полез посмотреть зарубежные обзоры, нашел график, в котором человек сравнивал с другими роутерами. И обратите внимание, что данный роутер TP-Link 6000 серии в сравнении с другими роутерами показывает заметно большую скорость в случае 5 ГГц и у него. Ну, то есть, это не частный случай, это действительно так и есть. А теперь давайте немного тяжелого контента и поговорим про Wi-Fi 6-го поколения. Что там нового и чего, собственно, ждать. Я расскажу, наверное, про основные нововведения. Может быть, не все вам будет понятно, но постараюсь это сделать более наглядно. Ну, самое простое, это то, что Wi-Fi 6-го поколения поддерживает ширину канала 160 МГц в одном потоке. Что, естественно, обеспечивает лучшую скорость соединения. Далее, высший уровень модуляции 1024 QAM. В данной модуляции длина каждого символа 10 бит, что на практике увеличивает скорость передачи данных по Wi-Fi на 25% по сравнению с 256 QAM, который был в предыдущем поколении Wi-Fi. Далее, самое важное нововведение – это поддержка OFDMA, про которую я вам рассказывал. Для чего эта технология нужна? Производительность сети, как я думаю, вы все прекрасно понимаете, падает в результате увеличения числа клиентских устройств и передачи большого числа коротких пакетов, что вызывает, конечно же, больше задержек. Это актуально, особенно в моем случае, когда у меня к роутеру подключаются больше 13 устройств. Так вот, эта технология работает только с Wi-Fi 6-го поколения. И она основана на разделении сигнала на множество подсигналов, которые одновременно транслируются на разных ортогональных частотах. Технологию можно сравнить, ну не знаю, с грузовиком, который везет посылки сразу нескольким адресатам. Но на этой картинке вы, я думаю, в принципе, суть ее поймете. А что касается MU-MIM, про которую я вам также рассказывал, она, эта технология использовалась и в предыдущей версии Wi-Fi, но здесь она получила обновление. Как я бы вам говорил, OFDMA нацелен на передачу данных одним потоком множеству клиентов, а вот MU-MIM использует сразу несколько потоков данных. Таким образом, увеличивается производительность благодаря одновременной передаче до 8 потоков данных нескольким клиентам одновременно. Конкретно в данном роутере, собственно, 8 антенн. Кроме того, Wi-Fi 6-го поколения поддерживает MU-MIM для исходящего канала, что не мог предоставить Wi-Fi 5-го поколения. Ну и, наверное, наиболее актуально в нынешнее время, это помехи от соседних точек доступа. Если вы включите Wi-Fi, посмотрите, какие есть точки доступа рядом в многоквартирном доме, то убедитесь, что их просто дофига и больше. То есть, естественно, все это создает дополнительные помехи. Так вот, именно Wi-Fi 6-го поколения внедрили технологию BSS Color, Base Service Station. С помощью нее помечается каждый пакетный фрейм и сообщается роутерам, точкам доступа, клиентам, какие фреймы предаются от соседних сетей и игнорируют их. Это, естественно, максимально снижает задержки при передаче данных. Ну и еще одну технологию стоит упомянуть, это Target Wake Time, который я, кстати, уже проверил на iPhone 11. Эта технология позволяет устройствам определять, когда и как часто они должны пробуждаться, чтобы отправлять и принимать данные. Это, собственно, и увеличивает эффективность их сна и значительно экономит ресурс батареи. Что на практике? Я один день оставлял включен только Wi-Fi 6-го поколения, другой день, соответственно, Wi-Fi 5-го поколения. И что я наблюдал? На iPhone 11 я, естественно, Wi-Fi ночью не выключал. Так вот, когда я оставлял включенную Wi-Fi 6-го поколения, он у меня ночью в среднем на 2-3% меньше разряжался. Лично для себя я выводы сделал, и я в этом году буду переходить на Wi-Fi 6-го поколения уже точно. Ну и за три недели использования данного роутера ничего не отвалилось. У меня очень много устройств, завязанных с умным домом. Но, безусловно, что покупать, решать каждому. Но, опять же, совет, если вы планируете покупать новый роутер в этом году, то лучше берите с поддержкой Wi-Fi 6-го поколения. Но все, что хотел рассказал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.